Приветствую вас на моем канале. С вами Ирина. Сегодня я вам расскажу о нашей поездке в Мексику. Итак, мы приземлились в Канкун, потом взяли паром для того, чтобы попасть на остров Женщин. И вот мы едем на пароме, вокруг нас просторы бирюзовой воды. Красота! Так почему же остров называется Островом Женщин? Говорят, потому что моряки когда-то здесь оставляли своих жен. Ну, наверное, на сохранение. И вот они, бедные, сидели на этом острове и ждали своих моряков-муженков. Очень здорово! И всем рекомендую взять гольф-карт и поехать проехаться по острову. У вас займет, наверное, 30 минут, чтобы объехать этот остров. Но если вы будете останавливаться, наслаждаться красивейшими местами, вы можете занять, конечно, и деньги. Мы останавливались в разных ресторанчиках, в разных отелях. Просто так для интереса посмотреть. Мне понравилась поездка на гольф-карте. Это гораздо интереснее, чем на машине. Так, с ветерком. Не секрет, что Мексика имеет репутацию неспокойной страны, небезопасной страны. Но остров Исламу Хэрос, остров женщин, отличается от всей Мексики. Здесь можно гулять ночью, и ты чувствуешь себя в полнейшей безопасности. И люди очень и очень приветливые. И всегда пытаются вам помочь. Объезжая остров, очень много всего можно увидеть. Ну а заодно, если вам понравится какое-нибудь местечко, можно остановиться, зайти в эту гостиницу, посетить их ресторан, выпить напитка. Ну и они тебе покажут с удовольствием номера, если вы попросите. Они очень такие позитивные, добрые люди. Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта вот гостиница нам очень понравилась номера. Здесь все выполнено в таком вот именно традиционном мексиканском стиле с яркими цветами, что очень характерно Карибским островам. Это карафон парк. Здесь можно покататься на каяках и пронестись на зиплайн над поверхностью дризовой волны. Экзотические игуаны. Я всегда как-то с недоверимой относилась к этим тварям, но недавно узнала, что оказывается они могут даже быть агрессивными и если им что-то не так, могут укусить. Если вы здоровый, активный, молодой духом человек, то не всегда есть смысл брать all-inclusive, где можно наедаться и наедаться без предела. Потому что весь день вы все равно будете путешествовать. Здоровый путешественник обычно целыми днями не будет сидеть на территории гостиницы, курорта. Он будет путешествовать, ведь он приехал сюда для того, чтобы увидеть. И поэтому, когда ты ездишь целый день по острову, очень много разных местечек остановиться, вот именно поесть мексиканской такой пищи, на свежем воздухе, в ароматической обстановке, прямо подножие волн, на песочке. Таких вот экзотических ресторанчиков очень много на Исламу Херрес, под всему берегу расположено. И еда очень вкусная, и рыба приготовляется свежеотловленная или креветки. Что может быть еще лучше свежеприготовленной рыбы с печеной на костре? И есть такое блюдо лучше всего с видом на Березовый океан. Хоть остров и отрезан от мира, здесь очень бурная ночная жизнь. Можно зайти в любое время вечера, поздним вечером, зайти в ресторан и поесть свежеиспеченной, свежеприготовленной пищей. На улице гуляют люди в любое время ночи. Кругом исполнители, номеров, местные жители и приезжие. Жизнь бурлит ключом. Как мы находимся на острове, мы окружены водой, и поэтому все рестораны расположены буквально на берегу, что очень романтично. Один раз посетив остров, вам всегда хочется вернуться. Мы тут встретились с владелицей ресторана, оказалось, что она наша соседка из Ванкувера. Однажды она побывала с дочкой на Исламу Херес на этом острове и очень захотелось ей вернуться. Вот она возвращалась подряд 6 лет. В конце концов, она вообще не захотела уезжать отсюда. Они купили бизнес, открыли ресторан с дочкой. Потом у нее появилось больше ресторанов и теперь она занимается даже недвижимостью. Вау, look at this huge leaves. They call it elephant ears. We have it in Vancouver as well. Спрашивали по поводу Timeshares и RCI. Мое мнение, это совершенно ненужная вещь для путешественника, который хочет именно посмотреть мир, потому что мы ни разу не возвращались в то же самое место и так много на Земле красивых мест, что хочется посмотреть новое и новое. Для меня это скучно снова и снова посещать одни и те же места. Но и заморочек очень много. Если вам нужно менять свой отель, использовать RCI, то тоже очень сложно найти место, то, что тебе нравится. А если вы свободный путешественник, вы можете передвигаться из отеля в отель два дня на одном берегу, другие два дня вы переезжаете на другой берег или вообще на другой остров. Куда интереснее быть свободным и не завязанным на этих Timeshares. Мы имели два раза Timeshares, но два раза мы избавлялись от них. А вот и наш отель. Он не является all-inclusive или где все включено, но у нас был очень хороший breakfast, завтрак, где мы наедались, ну а потом где-то подъедали в ресторанах или просто ели мексиканскую пищу в таких хороших хороших ресторанчиков. Здесь у нас был бассейн с палапами. Это вот пример нашего завтрака. Ну и рестораны, как выглядят рестораны. Ну и еще мы пару раз посетили мексиканский супермаркет за время нашего пребывания на острове. Ну так, для интереса посмотреть и попробовать мексиканскую пищу. Пляжи на острове изумительные. Бирюзовая вода и песок, как будто бы просеянная мука. Мягкий и чистый. Мы повстречались не с одними путешественниками, кто уже бывал не раз на острове и хотят вернуться. Этот остров притягивает к себе. Я закончу свою мысль о Timeshares и RCI, потому что были такие вопросы от подписчиков. Мы имели дважды такую глупость купить RCI во время путешествия, потому что когда они зазывают, это все выглядит очень так привлекательно и в момент собеседования с этими ребятами, кто продает Timeshares, тебе кажется, да, эта штука стоит того, чтобы купить. Но когда мы пришли домой, приехали домой и сделали Research Online, оказалось, что мы поняли, это совсем не нужная для нас вещь, она сковывает тебя в путешествии, ты не свободен, ты не можешь передвигаться свободно, переезжать с одной гостиницы на другую так просто, потому что когда мы путешествуем, допустим, мы были в Греции, мы путешествовали с острова на остров, с одного побережья на другое, чтобы удобнее было посещать разные части острова. Но когда ты связан с Timeshares или RCI, это совершенно негибкое дело и много нюансов. Люди недовольны и избавиться от этих Timeshares непросто. Но при покупке Timeshares у тебя есть то ли месяц, в общем, в каждой компании свои правила, есть какое-то время, когда ты можешь отказаться, у тебя есть месяц подумать об этом и отказаться. И, значит, с нами такое произошло, была английская компания, казалось, что все было очень здорово, мы приобрели это в Доминиканской республике, в шикарнейшем гостелле, и они буквально настаивали купить, купить. И подавать Timeshares ребята могут, у них научили разным трюкам, и когда они увидели, что мы не хотим подписывать документы, они сказали, окей, ребята, вот смотрите, у вас есть месяц, чтобы отказаться от этих Timeshares, вы приедете домой, подумаете, и если что-то нет, вам стоит сделать всего лишь послать один имейл, или же сделать один звонок, и все, мы канцел, вы откажетесь от этих Timeshares. Когда мы приехали домой, мы, естественно, пошли онлайн, сделать некоторые research, и мы увидели, насколько люди недовольны этими Timeshares, насколько сложно поменять гостиницу с другой гостиницей, и как это все, в общем, люди недовольны Timeshares, они хотят от этого избавиться, обычно, и уже у них нет такой возможности избавиться. Когда мы поняли, что совершили ошибку, но у нас есть возможность отказаться своевременно от этого, я, естественно, посылаю имейл в офис, на что, конечно, не получаю никакого ответа. Я начинаю звонить в офис, и когда узнают, кто это звонит, клиент, который хочет отказаться, с вами не хотят говорить, говорят, что вот это товарищ, его нет, он вышел на обед, и, в принципе, получается, что невозможно созвониться с офисом и отказаться от Timeshares. я потратила очень много времени, борясь за это, я звонила каждый день для того, чтобы отказаться, но они их постоянно не было. Как только узнают опять, что это Ирина Боикс звонит, которая хочет отказаться от Timeshares, конечно же, вас перенаправляют, перенаправляют, в конце концов, вас нагло сбрасывают с линии. Надо отметить, что за 15 лет, с тех пор, как я уехала из России, я с таким не сталкивалась с беззаконием. Ребята тянули время для того, чтобы у меня прошел срок, когда я уже не могу отказаться от Timeshares по закону и тогда уже я буду в их руках. О том, как мы выбрались из этой ситуации, я расскажу вам в других видео, много деталей. Ну, а сейчас я вам желаю хорошего настроения, надеюсь, вы отдохнули вместе с нами, посмотрели остров, так как мы это видели, и я желаю вам организовывать ваше путешествие удачно и путешествовать больше по миру, потому что это делает нас счастливыми. Именно эти моменты путешествий остаются самыми яркими моментами нашей жизни. Да, когда вкладываете вы деньги в дорогие покупки вещей, золота, украшений, это приносит мимолетную радость, но не остается в памяти, так как остаются наши счастливые моменты с нашими близкими, любимыми, дорогими нами людьми. Познавание мир, видя прекрасные виды разных точек нашей планеты, это здорово. Вместо того, чтобы приобрести дорогое колечко, золотые украшения, бриллиант, я считаю, лучшее вложение это ваше путешествие. Кольца, они могут потеряться, это вещь, которая лежит и пылится, а ваше путешествие, они остаются в вашей памяти, они делают вас счастливыми. Из этого состоит наша жизнь, не из колец и бриллиантов, а из наших впечатлений, из нашего мировоззрения, из нашего отношения к миру. Так что, путешествуйте, путешествуйте и до скорых встреч на моем канале. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!